25 лет прошло со дня геройской гибели подполковника милиции, заместителя командира Тверского СОБРа Алексея Юрьевича Медведева. Это случилось 14 декабря 1995 года в Чеченской республике. Ежегодно в этот день на Дмитрово-Черкасское кладбище, где похоронен Алексей, приходят его близкие, друзья и боевые товарищи. Во все памятные даты, в день рождения Алеши, в день его гибели, 23 февраля, в праздничный день, во все знаменательные события, во все знаменательные даты, очень много людей посещают его на кладбище, его могилу, все помнят его, очень много всегда бывает цветов, много лиц, знакомых и незнакомых, тем, кто уже незнакомых даже от того, что они уже состарились, все мы за эти 20 лет изменились и стали другими, но память людская жива, и слава Богу за это. И очень важно то, что многие люди, те, о которых я знаю, о которых не знаю, тоже молятся о нем, молятся о его душе, о поддержке его души, потому что это очень важно. Алексей погиб 14 декабря в открытом боестолкновении при освобождении высокогорного села Шатой, а накануне, 12 декабря, тоже был жестокий бой. Мы вышли 19 числа с боя, он был очень жесткий бой тогда, мы вышли с минимальными потерями, вынесли всех убитых, раненых, и, в общем-то, знаете, достаточно было очень радостно, потому что и скоро смена должна была быть, мы должны были через две недели уже возвращаться домой, и радость была у тех живых, которые вышли живыми. И раненые лежали тут вроде ребята, тоже уже начинали отправлять на вертушках госпиталя Алексея. Знаете, вот мы даже смотрим фотографии, видеосъемку, он... Такое впечатление, как бы действительно, мы все думаем, что он чувствовал, чувствовал свою гибель. В бой он шел, как положено, понимаете, то есть, когда начинается бой, у человека все мысли, все какие-то тяготы, они отходят на задний план. Он работал профессионально, воевал профессионально, и вот, я говорю, в нашем отряде в этом бою есть много людей, которые чисто остались живы ценой, так сказать, того, что он защитил их, выполнил грамотную задачу, уничтожил боевиков. В том бою вместе с Алексеем были 16 бойцов Тверского Собра. После гибели Медведева на долгие годы его мама, Ида Фоминична, стала матерью для всего отряда. Она считала своих детей. Мы практически все праздники, все мероприятия, мы всегда справляли только у них. Ну, через день приезжали, у них дом вообще практически пустым никогда не был. Мы собирали за столом по 20, по 30 человек, представляете, у нее, чтобы как-то ее утишить. Она всех считала своими детьми и хоронили ее практически все вместе, все мы. Умерла она при нас. Ну, а все остальное время на себя за двоих обшедших взял старший сын Григорий Юрьевич, офицер в отставке. Если не мы, то кто? Этот девиз отряда начертан на надгробии Алексея Медведева, на подвиге которого воспитывается уже несколько поколений специального отряда быстрого реагирования. Продолжение следует...